Потому что проблема ведь заключается не в том, что он не хочет поменяться, а в том, что он живёт в среде, в которой невозможно поменяться. Проблема заключается в том, что чаще всего мы пытаемся воздействовать на объект нашей боли. Ну, допустим, болит печень, мы лечим печень. А что надо лечить? Надо лечить своё питание, своё отношение к режиму дня, своё отношение к людям. И много-много другое, чтобы печень не болела. Но мы лечим печень, так? Это вот этот подход, лечить печень, когда болит печень, это подход приемлемый, но он временный. То есть это не помогает, по большому счёту. Потому что помогает изменение самого отношения к жизни. Вот, допустим, смотрите, есть разные слои, мы на многих лекциях уже об этом говорили, что есть разные слои жизни человеческой. Три слоя есть. Смотрите, один слой – это люди, в этом слое, они, самый нижний, называется невежество. То есть люди живут в этом слое как? У них нет каких-то принципов жизни, у них нет каких-то возвышенных мотивов. Центр жизни – это я. То есть я, вокруг меня объединяется вся жизнь. Я – центр жизни. И если кто-то мешает мне жить, я ему не знаю, что сделаю. Дальше – страсть, следующий слой. Центр жизни – это не я, а мы. То есть это наша семья, и мы чего хотим? Мы хотим внешнего счастья. То есть мы хотим денег, богатства, власти, влияния. То есть мы хотим нормально жить, как говорят. Нормально жить означает вот эти вещи, внешние все. И третий слой – это благость. Означает, что человек работает над собой, повышает свой уровень развития личности, и в результате этой работы над собой меняется среда, в которой он живет, атмосфера. У него меняются друзья, отношения со всеми. Ну, все меняется. Понимаете? То есть, ну, допустим, если человек живет в невежественной среде, вот он отстранился от близкого человека, что происходит в результате этого отстранения? И он начинает ненавидеть за это. Так? Ну, то есть, сама среда, в которой человек живет, – это вражда. То есть сильный эгоизм порождает сильную вражду. То есть мы живем вот такими отношениями, в которых каждый хочет своего в жизни. И никто о другом не думает. Такие отношения. Означает, я пытаюсь отстраняться, допустим, от человека. Что получается? Он меня ненавидит. Так? Если я начинаю ему служить, заботиться о нем, что получается? Он меня использует. И то плохо, и это плохо. Что делать? Менять следу, в которой ты живешь. Означает? Менять понимание жизни самой. То есть надо изучать, как правильно жить. Надо учиться молитве. Надо учиться, с кем строить отношения в жизни, с кем нет. Как относиться к своему родственнику. Надо вот эти все вещи изучать. Потому что если их не изучишь, то невозможно. Вот как сделать так, чтобы муж бросил наркотики пить? Наркотики означает определенное психическое состояние, влияние. Понимаете? То есть он находится под определенным влиянием. Вот кто друзья у этого человека? У него в монастыре друзья живут или где? У него монахи друзья, которые наркотики употребляют? Человек. Или у него друзья под забором лежат? Видите, если бы у него друзья какие-то возвышенные люди были, то ему стыдно было бы употреблять наркотики. Вот у меня, допустим, среди моих друзей никто наркотики не употребляет. У меня такой круг общения. Почему? Потому что ценности жизни другие. У нас другие ценности. Но у него такие ценности. Он живет для себя. Он думает, ну употребляю наркотики. Кому какое дело? Я говорю, а что-то я делаю. У меня такая жизнь, блин. Ну что вы ко мне пристали? Ну то есть у него вот такое мышление. И вы, допустим, скажете, а я поменяла свое уже мышление. Хорошо, если вы поменяли свое мышление, значит, это на него будет влиять. Но влияние будет как оказываться постепенно? Постепенно. То есть вы молитесь, живете внутренней жизнью правильно. Приходит время, и ваша сила вот этой вот чистой внутренней жизни побеждает вашу судьбу. А какова ваша судьба? Посмотрите на своего близкого человека. Вот ваша судьба. Вот она стоит перед вами. Судьба всегда представляется высшими силами нам та, которая представляется. Вот она, судьба. Вот нас окружает наша судьба. Вот она. Все. Теперь, если человек живет по-другому, судьба меняется? Судьба меняется. Но этот человек не меняется, он остается тем же самым. Наступает момент, и неизбежно придет ситуация, в которой близкому человеку или придется измениться, или уйти. Одно из двух. Но это он сам будет делать, его не надо заставлять. Почему? Потому что твоя судьба поменялась, и все будет меняться вокруг тебя. Вот так устроен этот мир. То есть мы как думаем, он устроен, что я должен воздействовать на человека, чтобы он перестал это делать. Но надо спросить себя, почему он это делает? Почему? Вот не почему он это делает с точки зрения своей жизни, а с точки зрения моей жизни. Почему он это делает? Потому что мне это положено. Веда объясняет, что этот мир соткан из справедливости. Здесь не бывает такого, чтобы кто-то что-то делал, то, чего мне не положено. Значит, вопрос в чем заключается? В том, что я должен с собой что-то сделать. Вот сейчас, буквально 10 минут назад, до этой лекции, я общался со своим наставником. Сдавал ему вопросы. И все ответы сходились к тому, что мне надо что-то делать с тобой, чтобы вот эта ситуация решилась. Опять с собой. И кажется, что это несопоставимые вещи. Ну как, вот это делаешь, а вот это решается. А он знает, что это так. Потому что у него уже есть опыт. Точно так же. В этой ситуации точно так же. Есть наркотики, да? Но я знаю, у меня есть опыт. Я видел, как это происходит во многих случаях. Когда человек начинает жить правильной жизнью внутренней, приходит время, и он отрабатывает свою плохую судьбу. И получается так. Или близкий человек меняться начинает под воздействием его же силы, то есть близкого человека, который работает над собой. Или он уходит из твоей жизни, появляется кто-то другой. Но это уже его проблема. Потому что ты никого не бросаешь. Ты просто меняешь свою жизнь. И все. Понимаете? То есть он должен меняться. По идее, это самый лучший вариант. Его будет судьба заставлять меняться. Например, если ты молишься рядом с наркоманом, у него возникают определенные стадии. У него появляется совесть. Сначала он чувствует раскаяние в сердце. Потом он начинает признаваться в этом, что он зря так делает и так далее. А берет деньги у родителей, это то же самое. Почему человек не работает? Потому что опять невежественная среда, в которой он живет. Если вы хотите поменять среду своей жизни за одну секунду, это невозможно. Нужно несколько лет работать над собой, чтобы из невежественной среды перейти в страстную, потом перейти в благостную. То есть нужно время для этого. Это не происходит за пять минут. Я могу привести пример. Поменяйте круг своего общения за пять минут. Сделайте так, чтобы честные, возвышенные, чистые люди вас окружали, как близкие друзья. Вот сделайте это за пять минут. Невозможно. Надо менять свою жизнь, чтобы такие люди притянулись ко мне. Так или нет? Ну точно так же и близкий человек, только еще тяжелее. Если взять как бы два груза, то есть груз усилий, чтобы у меня были честные друзья, равен одному килограмму. Спасибо большое. Груз усилий, чтобы у меня поменялись друзья, равен одному килограмму. Груз усилий, чтобы у меня поменился близкий человек, равен десяти килограмм. Почему? Потому что карма отношений с близкими людьми самая тяжелая. Она в десять раз тяжелее, чем карма просто дружбы. Вот и все. То есть, смотрите, сначала меняются друзья близкие. И проходит какое-то время, может несколько лет пройти, прежде чем близкий человек начнет менять свое отношение к жизни, к тебе, ко всему остальному. И это надо ждать. Надо ждать это. А если он уходит, его надо возвращать. Не то, что «О, я так думал, я не против, пожалуйста». Пожалуйста, как бы уходи, если хочешь. Я давно ждала внутри себя. Это самообман уже. Это означает, что ты просто его выгоняешь. Я знаю даже один случай, что девушка хотела расстаться с молодым человеком и так сделала, что он сам ее бросил. Вопрос только вбросил в этом случае. Бога не обманешь. Бога не обманешь. Бога не обманешься. Бога не обманешься. Бога не обманешься. Поехали.